Вернёмся к Путину. То есть он сейчас в эйфории, да? Ну не в эйфории, но он чувствует себя крайне уверенно, как никогда, с начала войны, я имею в виду. И что он дальше предполагает? Как вам кажется, он намерен воевать дальше, гнуть свою... Война на истощение, долго. То есть он очень боялся этого так называемого контрнаступа и так далее. Просто жутко боялся, потому что это такая, знаете, неизвестность, а в то же время это же тоже пиар, все же про это говорят, а никто толком сказать не может, какой он этот контрнаступ. Что он такой круглый, квадратный, большой, маленький. И вообще в чём он выражается? Особенно после подъезда Пригожина к Москве, как-то контрнаступ ему казался гораздо более серьёзным. Но этого не произошло. И, собственно, естественно, когда этого не произошло, специально обученные люди ему объяснили, что не произошло это не само по себе, а именно благодаря их, так сказать, ответственной работе. Ну, естественно, он воодушевился. Значит, война на истощение, бесконечная мобилизация за огромные деньги. Естественно. Которые, собственно, ничего не стоят. Кроме как цены бумаги, на которых они напечатаны. Конечно, конечно. А что же Запад? Почему санкции не работают так, как предполагалось? Или не предполагалось, что они будут работать? Ну, во-первых, я не соглашусь, что санкции не работают. Я считаю, что санкции работают. Санкции... 600 миллиардов продано нефти и газа в истекшем году? Это вообще фантастическая цифра. Ну, послушайте, что такое санкции, да? То есть санкции... Это же не односторонние санкции. Это же не Северная Корея. Это не санкции, которые были на какую-то страну, которая вот находится давно там или всю жизнь. Это же не Иран, понимаете? Который находится всю жизнь там в изоляции, а вот просто ввели еще какие-то санкции, я не знаю, там, запретить им вообще там, я не знаю, передвигаться. А это санкции, они же обоюдоострые. То есть Запад, собственно, принял решение поэтапно вводить санкции против себя в первую очередь, а не против России. И этого не может быть, что они заработали вот прям через секунду, вы понимаете? То есть представьте, как Россия подсадила на эту, в первую очередь, нефтяную и газовую иглу весь этот Запад коллективный, так называемый. И, естественно, ну многое другое. Там, я не знаю, можно считать, там, да, алмазы, не алмазы. То есть это небольшая дикта. Я просто помню, как Рейган, Стэтчер сделали Советский Союз экономический, и все. Да, ну цена на нефть и так далее, Советский Союз приказал долго жить. Но дело в том, что ситуация изменилась. Во-первых, существуют ОПЕК, существуют арабы и так далее, и так далее. То есть много чего появилось, чего не было тогда. И, собственно, нет монополии. Я бы так сказал. Есть Китай, есть много чего. И если бы санкции не работали, то Набиулина бы не говорила о том, что завтра доллар будет 64 копейки, а мы его сами назначать и так далее. Вот, собственно, конечно, санкции работают. Вы видите, вы же мне сказали про эти яйца злополучные. Да. Ну так это же откуда они взялись, вы думаете? То есть это работают санкции. То есть не закупаются там эти корма, антибиотики для этих кур, 5-е, 10-е и так далее. Конечно, там могут вам рассказать, что русские жутко разбогатели и покупают не по десятку яиц, что, кстати, странно, а не по 12, как на Западе. А, значит, покупают там по 100 яиц в день. Но мы как-то не очень это верим. Это из области Путин в холодильнике. Понимаете? Поэтому, в общем, как-то это... То есть вы считаете, что санкции будут работать все больше и больше с течением времени? Сто процентов. Сто процентов. Санкции работают. Вы посмотрите на олигархов, которые просто рыдают. Они говорят, мы изгои, мы потеряли все там и на грани самоубийства. Это реально так. Это реально так. Понимаете? То есть люди, ну вот особо продвинутые, скажем так, олигархи, они же все-таки, я не беру даже там путинских, сугубо путинских олигархов, я имею в виду там всяких Тимченок и... Ротенбергов. Ротенбергов, да. Ковальчуков. Да, то есть они все-таки были настроены... Ну, то есть они всегда побаивались Запада и не очень понимали там в экономике и бизнесе. А вот старые, там, гельцинской вот этой вот пары... А Таня, Дерипаска, да? Ну да, ну Дерипаска, так сказать, он как-то был всегда изгоем, то есть под американскими санкциями был до войны и все не очень хорошо было. А вот остальные, они как раз чем занимались? Капитализировали там IPO туда-сюда и прочее. Посмотрите, как они все быстро прибежали в Россию назад. Тот же Фридман, да, как примчался в Россию с Англией. Ну, послушайте, вот это... Ну, Англию я понимаю, что его, конечно... Во-первых, надо понимать, что Фридман, да, то есть интересная история. Не жалко вам Фридмана, нет? Ну, как сказать, честно, нет. Вот. Честно скажу, нет. Значит, не буду лукавить. Смотрите, то есть что такое Фридман, да? То есть Фридман – это Альфа-банк. Альфа-банк – это, я посмотрел специально, у них активы там типа 6 триллионов. То есть, соответственно, что это за деньги? Это деньги, которые они там собрали в России. Но, как бы, это же там на бумаге написано, а деньги куда они дели? Они их конвертировали, выпалили на Запад, накупили там всяких активов замечательных и так далее. Все эти активы сейчас арестовали. И в ближайшее время, скорее всего, конфискуют. И вот, собственно, ну, после того, как он сказал там, что вот нас там унижали и так далее, обыскивали, запрещали, разрешали тратить там 3000 фунтов в день и прочее, прочее. То есть, а куда ему деваться? Это первое. Второе, надо понимать, что ведь вот эти путинские олигархи все, то есть, вот поверьте мне, что ни одного, я даже не скажу олигарха, ни одного бизнесмена в России при Путине, при позднем Путине, скажем так, после 10-15 года нет, который вот просто не отдает долю Путину. Нет таких людей, но их просто не существует. А какая доля, сколько процентов? Ой, это нет такого, проценты, не проценты. То есть, это по-разному. То есть, это скорее потребности, а не возможности. Поэтому это абсолютно не важно. Причем это происходит и как-то там, и формально, и неформально, и как угодно. И там Белоусов вводит какие-то там, я не знаю, добровольные взносы. Есть взносы, которые просто на бумажечке, давай, перечисляй сюда. И о чем это говорит? То есть, вот, собственно, все, что происходит в Украине сегодня, то есть, оно отчасти, даже большей части, оно держится на финансировании вот этими людьми, понимаете? И почему, в общем, вот эти так называемые олигархи, вот очень много говорят, а что вот они, что такие смешные, что же они вот остались бы там, проклинали бы Путина и сидели бы там себе в Лондоне. Но дело в том, что у Патрушева, которого вы так цените... Длинные руки. Да не то, что длинные руки, вы понимаете? Достаточно просто выбросить, я не знаю, там, тем же расследователям какую-то пачку документов, как это все происходило, сколько, куда и что. И их там казнят просто, понимаете? Не то, что их там будут, это, 3 тысячи в день давать тратить, их просто казнят там. И в первую очередь в Украине учатся уголовные дела там и так далее, и так далее. Они же большинство под ФСБ, правда? Ну, слушайте, конечно, это просто нормальное... Со времен комсомольской юности. Ну, кстати, в большинстве это люди, которые, да, действительно, они просто добровольно, они другой жизни не знали. Они же пришли все из этих комсомольских кооперативов там и так далее. НТТМ. Они мечтали туда, понимаете? Они мечтали туда на брюхе заползти. Вот просто... Я уж не говорю к Путину, а вот хотя бы на Лубянку или еще куда-нибудь. Закрышеваться. Вы думаете, как? Вот просто там, типа, разведчики эти придумали, что вот давайте их будем крышевать и брать с них деньги? Да нет, они же начали предлагать, кому не лень. То есть просто давайте... То есть они привыкли, что вот должна быть крыша. Вот раньше там, ну, слушайте, в советские времена крыша была, конечно, была. Не у тех, кто там деньги зарабатывал, а у тех, кто пытался кем-то стать. Просто в этой савдеповской системе координат. А ничего же не поменялось для них. И они понимают, что, ну, то есть бандиты потерялись, их никаких не существует. 90-е прошли. Ну, собственно, вот бандиты, они где? Они в Кремле. Поэтому лучше им отдавать, там, и половину, и сколько угодно. Вообще, что... Ну, спасибо, что они дают вообще жить. То есть мы же понимаем, как люди живут. То есть, в принципе, это же завешенные активы. Вы помните эту историю с норильским никелем? Потанин, там, Дерипаски и так далее. То есть Путин говорит, да, значит, вот этим дадим столько, вот этим дадим столько. А Юмашеву дадим золотую акцию, и так как он вот мой друг, он будет вот это вот решать. Если там какой-то спорный вопрос будет и так далее. Вы понимаете? То есть просто это все его... Я еще помню, в каком-то там 10-11 году была огромная статья в FT, где, собственно, интервью. И я сказал, что, понимаете, вот у вас иллюзии по поводу олигархов. Олигархи – это путинские крепостные. И тогда мне там звонили, они говорили, ну ты уж слишком, ну что ты прям нас так унижаешь, мы же тут IPO делаем, а сейчас вот вообще Financial Times люди читают, но не сходят с ума. Нам уже вот говорят, а правда, не правда? Что это там такое? Я говорю, ну это же правда, это же правда. Сергей Викторович, у России хватит денег, ресурсов, мобилизационного потенциала, воли, собранности, интеллектуальных возможностей и всего остального для того, чтобы вести успешную войну годы. Ну, для того, чтобы России вести успешную войну годы, вот большая часть из того, что вы озвучили, вообще не нужна. То есть, моб-ресурс – это первое и важное, и самое главное. Но надо же вооружение дать еще, одеть его. Еще раз. Моб-ресурсу надо дать вооружение. Ну, слушайте, худо-бедно, естественно, что экономика перестраивается вот на такую военную. Мы это понимаем, мы это видим. То есть, собственно, поверьте, ватников нашьют. То есть, если сегодня их нет, ну, через год нашьют. То есть, какая разница, в чем погибать им. То есть, особо никто не парится на эту тему. Ну, посмотрите, ведь там, условно, я не знаю точно, сколько там лет тюрьмы дают за то, что они там в армию не хотят идти и воевать. Но люди же в тюрьму не хотят, они хотят именно воевать, понимаете, да? То есть, 140 миллионов человек. Вот погибло полмиллиона. Раненые там и так далее, и так далее. Вы были из строя. Жены, не жены там и прочее. Ну, вот вы думаете, что если бы не полмиллиона, а пять миллионов погибло, вот что-то бы изменилось? Вот ваше мнение. Боюсь, нет. Я уверен, что нет. Я просто уверен, что нет. Вот смотрите, во время Второй мировой войны у Сталина в распоряжении были два таких гиганта, как Борис Львович Ванников и Дмитрий Федорович Устинов. Вы Устинова вспомнили. Это люди, которые на своих плечах сначала эвакуировали промышленный потенциал, потом развернули его в сторону ВПК и просто обеспечивали бесперебойную поставку техники и вооружения войска. Да. А сегодня такие люди, как Ванников и Устинов, у Путина есть? Конечно, нет. Они не нужны, они не востребованы, они не нужны. То есть, сегодня, ну, вот эти мясные штурмы и так далее, то есть, вот сегодня на этом уровне. Вот эти, собственно, там дроны, это Иран. Посмотрите, с кем ведет переговоры Путин? Он ведет с Кореей, он ведет, ну, естественно, с Северной. Он ведет с Ираном, то есть, собственно, Африкой, там, Хезбалла. Ну, Африка, как бы, ему ничего поставить не может, кроме того, что в свое время Россия поставила Африке. То есть, собственно, вот этого, дело в том, что для войны с Украиной, вот, как считает Путин, и как считает его окружение, и как считает Генштаб и Минобороны, ну, то есть, важно закидать, собственно, вот этими телами, понимаете, да? То есть, поэтому никакие вот... Ну, да, конечно, худо-бедно там как-то будут вместо сковородок делать там что-то, как что можно использовать на фронте, но прорыва, конечно, никого не будет. Никаких там, я не знаю, серьезных изобретений или там инноваций в области вооружения не произойдет. Запад, коллективный, объединенный Запад не откажется от поддержки Украины? Не бросит Украину? Нет, сто процентов нет. Уверены в этом? Тысяча процентов. Тысяча процентов. Зависит, как это будет, понимаете? Тут же дилемма не в том, что Запад, вот он мечется между Россией и Украиной. Этого уже нет. То есть, Запад сделал свой выбор. И в пользу, естественно, Украины. Это не обсуждается. И обратной дороги нет в этом смысле. То есть, надо понимать, для Путина, для России, Запад воюет против России. Если вы думаете, что россияне там и вообще, ну, я имею в виду, конечно, не рядовых, а вот, собственно, ну, вот эту хунту, да, которая возглавляет эту страну, они воспринимают эту войну, это не пиар, как войну с Америкой, с Европейским Союзом, войну с НАТО и так далее, и так далее. То есть, это очень важный момент, что это не пиар. То есть, это не люди, которые понимают, типа, да, мы воюем с Украиной, а вот всем будем этим ребятам будем рассказывать, что мы там воюем с американцами, там, бандеровцами, кем они еще там, нацистами, фашистами, там, я не знаю кем. Вот, и нет, это не так. А дело в том, что когда вы находитесь в потоке два года, третий год, вы так же точно мыслите, как, собственно, вам рассказывает телевизор. Потому что что такое телевизор в России? Телевизор транслирует то, что вот эта вот верхушка пытается туда запихать. Вот и все. То есть, все, что вы это видите, это не в гостях у Гордона, а это в гостях у Путина. Это очень важная деталь. И в этом разница. То есть, вот, собственно, все, что вам рассказывают вот эти ужасы, которые вы смеетесь, ха-ха-ха, о-хо-хо. Да нет, они так мыслят, они так видят, и они воюют уже давно вот с этим коллективным западом с НАТО. И в этой ситуации запад, коллективный запад, там, ну, есть, мы знаем, не будем вспоминать всех там отдельных представителей, которые что-то там как-то еще бунтуют. Но в целом, в целом, да, ну, опять же, тот же Орбан, он же там за деньги, вы же понимаете. Конечно. Конечно, он там с Путиным, и, то есть, кто только не был с Путиным, вы меня извините. Кому только Путин там не занес. То есть, это же 20 лет разносили по всем городам и весям, и все очень радовались. И Федор радовался, и Фион, все радовались. Ну, все, конечно, господи, ну, все. И на сегодняшний день все поменялось. То есть, вот это уже не работает. Уже это все не работает. То есть, просто уже, во-первых, новое поколение политиков. Все меняется, да, то есть, нет Меркель там. Ну, все, все меняется. И сегодня коллективный запад, естественно, на стороне Украины. Он будет делать все, что возможно. Но есть дилемма, да, то есть, в чем заключается это? То есть, во-первых, Запад, конечно, опасается прямого столкновения. Очевидно, понимаете? Да, конечно. Опасается прямого столкновения. Пункт номер два. Запад не до конца понимает вот эту историю про Донбасс. Потому что тут звучали предложения. Давайте там в ЕС, там, я не знаю, в НАТО, куда хотите. Пока будем, типа, заходить кусками. Вы же понимаете? Конечно. И для западных людей я общаюсь, естественно, я же живу на Западе ну, очень долгое время. И общаюсь с людьми, которые, в общем, и принимают решения, которые, так сказать, находятся, скажем, в окружении людей, принимающих ключевые решения. То есть, вот эта история, да, что важнее, да, то есть, вот, типа, там, отогнать Путина на границе, там, какого, 91-го года. Или вот просто сохранить ситуацию и постараться за это время нарастить мускулы и так далее. И, собственно, тут же все, понимаете, как по возрастающей. То есть, и санкции, они работают не единовременно. А вот я гарантирую, что, там, через год, через два, через три эти санкции будут так работать, что, я не знаю, они, кроме, там, каких-нибудь, вот, примерно то, что Хамас, там, из водопроводных труб будут делать. Я вам гарантирую. Просто я понимаю, я работал в военно-промышленном комплексе, я понимаю, что это абсолютная помойка, разворованная, где нет ничего. Ну, китайцы помогут. Ну, я в этом очень сильно сомневаюсь. Китай получил все, что хотел, и ввязываться в войну против Украины Китаю нет никаких резонов, поверьте мне. Китай торгует Западом. То есть, что бы ни говорил, там, Си Цзиньпинь, кстати, он ничего такого плохого и агрессивного не высказал пока что, но его в большей степени интересует торговля с Америкой, ну, и с Европой в том числе. То есть, поверьте, что страна России, у которой там ВВП меньше одного процента, ну, вы просто понимаете, да, то есть, ЕС и Америка – это, там, типа, 50% мирового ВВП. То есть, если бы у России не было ядерного оружия, ну, вы бы слышали про Россию ровно столько, сколько вы слышите про Монголию. Кстати, Монголия в этом смысле более передовая, потому что они с американцами, там, добывают всякую, там, коксующуюся угли и так далее. А вот просто это такая окраина, там, Советского Союза брошенная. Потому что, обратите внимание, вот, допустим, в Украине выпускали, там, турбины. Знаю, просто покупали в Украине на корабли. Извините, сейчас корабли, которые в России выпускаются, вы думаете, они на каком двигателе? Паровой двигатель – это котёл, как паровоз. То есть, других двигателей в России нет. Продолжение следует...